Сегодня мы рассмотрим с вами дизайн проекта апартамента в Венгрии. Обставить планировалось спальню, гостиную, детскую, кухню и террасу. И мы находимся с вами в шоу-руме. Вот этот огромный диван сразу понравился нашим клиентам. Давайте посмотрим на швы поближе. Ну и нашим клиентам действительно понравился этот шоу-рум, что из журнальный столик они взяли вот отсюда. Более того, по планировке обеденный стол также стоит за диваном, так что можно сказать, что вы смотрите на гостиную комнату. Конструкция столика сделана из многослойной фанеры. Сверху покрыта натуральным шпоном насыщенного темного цвета. Шпон сохраняет текстуру дерева. Вы можете видеть, что он не просто гладкий, однородный. У этого столика столешница из натурального мрамора. Она накладывается сверху, то есть она никак не приклеена, она просто входит в пазы и абсолютно не двигается по поверхности стола. Как вы можете здесь увидеть, сделано все хорошо. Камень по размеру идеально совпадает с размерами столика. Я бы сказала, что главное украшение этого столика, это даже не мраморная столешница, а эффектная ножка цвета латуни. Давайте посмотрим на нее издалека. Стулья клиенты оставили в таких же цветах, что вы видите в шоуруме. На заметку, что стулья не обязательно брать в одном цвете, их можно брать в разных. Более того, можно даже брать в разные модели, это тоже здорово смотрится в современных интерьерах. Стулья выполнены из текстиля. Нескольких цветов давайте посмотрим швы. Швы ровные. Конструкция стульев очень удобная. У них есть маленькие подлокотники, спинка, то есть сидеть на них удобно, можно облокотиться. Задняя часть стула декорирована молнией. Однако это сделано не в практических целях, вы не сможете ее снять, постирать, а скорее в декоративных. Издалека кажется, что ножки сделаны из дерева, либо хотя бы обшиты шпоном, но нет, они сделаны из металла. И покрыты такими грубыми мазками бронзовых оттенков. Вы только взгляните на это разнообразие цветов и форм. Кто сказал, что мебель для террасы может быть скучная, она просто очень не похожа друг на друга. Сейчас я вам покажу ту мебель для террасы, которую приобрел наш клиент здесь. Как вы видите, мебель для террасы она на любой вкус и цвет. Если вы счастливчик и обладатель, вошел в пространство на своем участке или у дома, то вы можете позволить себе целый комплект, такую диванную группу, которую можно купить вместе, также можно что-то сюда добавить, поставить шатер. Шатер сделан из металла. И таким образом обустроить свою террасу, сад или дачу. И не забывайте то, что это все обтянуто влагостойкой тканью, то есть все шнурки или, допустим, ротанг, это все искусственное, либо оно пропитано защитным слоем, что позволяет это держать на улице на протяжении долгого времени. Огромная диванная секция, модульная, которую можно комбинировать как угодно. Можно поставить вдоль, можно поставить буквой L, можно поставить вот таким полукругом. А сюда поставить еще одно кресло в центр. Обычно поставщики по садовой мебели также продают технику типа барбекю, столов, гриль и так далее. Но даже если ваша терраса не позволяет вам огромный диван туда установить, вы не должны жертвовать своим комфортом, вы можете поставить вот такой вот маленький диванчик, кресло, которое уместится даже в самое маленькое место. Он очень милый, у него будут получаться просто замечательные снимки, и он очень так здорово смотрится в интерьере. Но давайте скорее посмотрим, что купили наши клиенты. Они купили обеденную группу, это стол и стулья. Вот мы подошли к ним, клиенты взяли вот такой стол. Столешница выполнена из керамики. Давайте рассмотрим. Внешняя часть выполнена из алюминия, темно-серого цвета. Очень модный цвет нынче. Все алюминиевые части на террасу постараются делать именно в темно-сером цвете. Вот так вот выглядит изнутри столешница керамическая. Механизмы, скрещенные ножки. Почему там так много механизмов, я вам сейчас покажу. Это не простой стол, он раскладной. Вот таким образом он раскладывается. Складывается. И вот так вот. То есть вы можете сделать его стол на 8 персон. Вот в таком виде. Он в длину получается 2 метра 400. Вот так, отлично. Причем я делаю это одной рукой. Смотрите, все очень хорошо работает, все механизмы. Нам сейчас покажут, чтобы я тут не мучилась. Ага, сисе. Столешница не сплошная, она состоит вот из таких блоков керамических. То есть посерединке самый маленький. Вот так. В принципе, туда, конечно, могут попадать кусочки еды, если вы совсем кушаете не очень аккуратно. Но это не препятствует ее майке. Стулья к такому столу наши клиенты выбрали не такие, а вот такие. Стульчики очень аккуратные, лаконичные, светлые. Именно в таком цвете их купили. Каркас сделан из алюминия белого цвета. Ручки это натуральный тик. И обтянуты они такой тканью. Это плотный очень полиэстер. Внутри проложен губкой. То есть он не совсем тонкий. Во-первых, у него, посмотрите, какая плотная натяжка. Подвешенный, не касается вот этой вот балки. Он еще и такой проложен поролоном внутри. То есть он мягкий. Его можно просто протирать тряпкой, либо щеткой чистить, если вы что-то на него пролили. И также никакие погодные условия неприятные ему тоже не страшны. Мы можем видеть то, что спинка тоже натянута. То есть, представляете, когда вы на него садитесь, вы не касаетесь вот этих вот частей основного каркаса. Давайте посмотрим сварку. Сварка вот таким образом у нас выглядит. И с этой стороны. В принципе, все закрашено. Никаких царапин нет. Верхний материал, если он вам не подходит по цвету, его тоже можно менять. Давайте посмотрим, какой выбор нам предлагает поставщик. Предлагает нам вот следующие цвета. Более кофейный, черный, черно-белый, серый. Более того, цвета столешницы тоже можно менять, если вас не устраивает керамическая, либо вы хотели бы ее сплошную сделать, а не вот такими блоками, боитесь, что туда будут попадать кусочки еды, неопрятно это будет. Ее можно сделать полностью из стекла, либо деревом, либо выбрать вот такое металлическое покрытие. Вам, наверное, отсвечивает? Все, вот тут посмотрим. Их тоже есть много разных цветов. Даже при онлайн-закупе это все можно выбрать, просто сняв фотографию или видео. Поставщики это все отправляют и показывают, демонстрируют клиентам. Здесь же в шоуруме поставщик предлагает огромный выбор материалов. Вы можете выбрать понравившийся цвет, также выбрать бренд, который вам больше понравился, или, допустим, которому вы больше доверяете. Давайте посмотрим на крепления, к помощи которых соединяются три части этого стола. А мы видим такие большие болты, которые входят вот в эти ниши. Задвигаем. Отлично. Я справляюсь даже одной рукой, поэтому... Ну, вы можете себе представить это, что механизм действительно хорошо работает, очень удобно, он очень скользящий. Здорово. Чувствуется, что хорошее качество. Когда вы приезжаете в Китай для того, чтобы купить стол слеп из натурального дерева, вы в первую очередь попадаете вот в такие шоурумы, где на каждом шагу вот такие произведения искусства. Резные, тонкие работы, статуэтки, столы, столики, книжные полки, шкафы и так далее. Вот находишься здесь, и запах прям такой смоляной, хвойный. Сейчас я вам покажу стол, который выбрали наши клиенты. Выбрали стол слеп цвета грецкого ореха и дерево грецкого ореха. У них примерно вот такой вот цвет. Столешницы у данного стола необработаны, то есть он все-таки сохраняет природную кривизну. Это каждый заказчик решает отдельно. На самом деле, если у вас интерьеры в стиле лофт, то можно оставить натуральный, необработанный край, либо минимально обработанный. Такой стол будет просто изумительно смотреться в таком интерьере. Если же у вас что-то классическое, либо модерн, то рекомендуют обрабатывать края, чтобы стол смотрелся более брутально, стильно и вписывался в интерьер. И мы с вами подходим к столу, который выбрали наши клиенты. Это вот такой шикарный стол слеп. Вот так он выглядит. Он сделан тоже из дерева грецкого ореха, который мы с вами только что видели, но каждый срез уникален и не похож друг на друга, поэтому рисунки в любом случае будут меняться. Давайте его рассмотрим, его текстуру он покрыт лаком, но все равно природная текстура дерева, она сохранена. То есть он немножечко неровный, поверхность у него немножечко шероховатая. В толщину примерно сантиметров 5. Бывает, что делают столы очень толстые, слэба 6 и более. Это, конечно, будет зависеть от цены, от ваших предпочтений, в какой интерьер вы их поставите. Ножки у данной модели сделаны из железа. Но такие скрещенные, это не две отдельные ножки, это целый каркас, он соединен между собой. И на самом деле вы можете сделать абсолютно любой рисунок, вы сделать можете его просто максимально простыми ножками, либо квадратными, либо вот такой причудливой формы. А вообще, как правильно выбрать стол слэб, какую лучше использовать древесину, это все индивидуально, потому что нужно смотреть ваше предпочтение, куда вы собираетесь его ставить. Каждая древесина обладает своим цветом, своей текстурой и формами. Более того, слэб он может быть либо продолговатый, либо поперечный. Это тоже зависит скорее от предмета мебели, который вы покупаете. Для круглых столиков слэбов часто используют поперечный срез. В шоуруме тут же можем подсмотреть другие расцветки. Как вы видите, моделей очень много. Размер можно кастомизировать, так же, как и размер ножек. Нам удалось закупить все в кратчайшие сроки и сохранить главную концепцию интерьера. Общая стоимость всех купленных предметов составила 12 300 долларов. Это включает в себя мебель для гостиной, кухни, спальни, детской террасы. Производство мебели в среднем составляет 40 дней. После проверок качества мы загружаем и отправляем контейнер нашим клиентам. Всю информацию по данному проекту, а так же цены, список мебели вы найдете ниже в описании. Делитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Мария. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!